Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, какие этапы должно пройти ваше мобильное приложение перед тем, как о нем станет известно всему миру. То есть в сегодняшнем видео мы поговорим о том, что нужно делать поэтапно, если вы хотите создать либо свое мобильное приложение, либо выполнить создание мобильного приложения под заказ. В целом мы будем говорить про Android разработку, так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Да, этот подход, наверное, не подойдет, если вы работаете в компании. Этот подход можно реализовывать, либо если вы создаете свой стартап, свое мобильное приложение, либо выполняете разработку мобильного приложения под заказ. Итак, первым этапом для создания мобильного приложения будет проверка идеи. И что вам нужно сделать? Вам нужно понять, вот у вас есть какая-то идея, которую вы хотите реализовать. И вам нужно оценить перспективы вашей идеи, понять, будет ли она востребована или нет. Что вам для этого нужно сделать? Вам нужно проверить идею на популярность в сети. Что мы используем? Мы используем сервисы WorldSat Яндекс, планировщик ключевых слов от компании Google. В целом можно посмотреть YouTube и заглянуть в Play Market. Но про Play Market отдельно будем говорить. Что мы будем смотреть? Мы будем смотреть, интересуются ли этой тематикой потенциальные пользователи. Например, вы хотите разработать мобильное приложение, допустим. Ну, например, самое банальное по поиску фильмов, определенных параметров, редких фильмов. Или вы хотите сделать мобильное приложение по, допустим, по прокату самокатов или что-то. Вот тут уже нужно подходить конкретно к каждой идее. Если вы сделаете на заказ, то, скорее всего, вы можете посоветовать к своему клиенту проверить идею, допустим, для магазина и посмотреть, насколько ли она востребована. Но тут все-таки для магазина под заказ не очень подходит к этому первому этапу проверки идеи. Здесь все-таки больше идет, если вы какой-то свой сервис разрабатываете. Вам нужно посмотреть, кто-нибудь ищет такое мобильное приложение на PowerStat Яндекс, по планировщику ключевых слов и даже на Ютубе. Но это, опять же, если вы не найдете такие запросы, это все косвенные признаки, потому что все-таки мало кто будет искать прям в сети. В основном все пойдут именно либо на Ютубе и посмотрят подобные мобильные приложения, тот же планировщик заданий, например. Вот, кстати, хороший вариант проверить. Допустим, вы решили сделать планировщик заданий для бизнеса, для бизнесменов и можете проверить. Вот там более или менее еще релевантны будут поисковые запросы, можно еще отсоединить. И когда у вас есть вся статистика, которую вы обязательно собираете, смотрите, какие ключевые слова вводят люди на одном сервисе, на другом, на третьем, на Ютубе посмотрите. И потом вы обязательно идете в Play Market и смотрите, есть ли подобные мобильные приложения. Если идея классная, вы обязательно найдете подобные мобильные приложения и смотрите на количество скачиваний. Берете, открываете отзывы к этим мобильным приложениям и смотрите, на что жалуются люди, что нравится, что не нравится. Что хватает в функционале, чего не хватает. Все это вы собираете и прописываете для себя. Вы понимаете, что есть, что нет. Скачиваете несколько таких мобильных приложений, подобных вашему, которые вы хотите разработать. Что вы делаете? Вы заходите и выписываете плюсы и минусы, что вам понравилось, что вам не понравилось. И обязательно третья колонка. Что вы бы дополнили для этого мобильного приложения. Что удобно делать в этом мобильном приложении, что нет. То есть оцениваете со стороны пользователя. И вот все свои корректировки, все свои комментарии, вы должны внедрить свой проект так, чтобы не сделать подобное мобильное приложение, а сделать его на голову выше. То есть учитываете всю критику, которая есть на действующем мобильном приложении и улучшаете. Следующим этапом, когда вы собрали всю информацию, вы поняли, что это будет пользоваться популярностью, что вы теперь уже знаете, как быть конкурентными, что вы можете сделать лучше в этом мобильном приложении. Вы сразу должны понять монетизацию. Как вы будете монетизировать свое мобильное приложение. Будет ли это реклама, будет ли это какой-то платный контент. Советую совмещать монетизацию от рекламы и от платного контента. То есть какой вы функционал будете давать только платным подписчикам, какой будет функционал доступен всем подписчикам, то есть всем пользователям. Вы должны понимать, что самый первый, основной функционал, который нужен, его делаем бесплатно. Но самый ценный функционал, который может быть частью основного функционала, вы делаете платным. Так, чтобы вроде можно пользоваться, вроде ваше приложение на голову выше, чем у конкурентов. Но чтобы полностью пользоваться вот этим самым ценным функционалом, которого не хватает у конкурентов, вы этот самый ценный функционал делаете за платную подписку. Кроме того, на этом этапе монетизации вы должны понять, как вы будете пиарить и продвигать свое мобильное приложение. Будут либо это соцсети, либо бесплатная поисковая выдача на ютубе, либо это будет реклама у блогеров. Сразу же ищите, у кого можно это подрекламировать, у каких блогеров. То есть вы должны продумывать пути пиара, пиара своего продукта. И уже с этого этапа вы начинаете пиарить, писать посты, писать... Есть много всяких готовых площадок для блогов. Тот же Яндекс.Зен, русскоязычная площадка. Но их очень-очень много, в зависимости от тематики вашего мобильного приложения. Я у вас уверяю, даже для любой тематики узко есть свои площадки для ведения блога. Может это сфера салонов красоты, либо что-то еще есть. Свои специфические тематики. Плюс вы можете создать свой сайт, который будет основным сайтом для описания вашего будущего мобильного приложения. Но вы о нем говорите на сайте не как о будущем мобильном приложении, а как уже о существующем мобильном приложении. Собирайте статистику, собирайте мнение людей. Все это делаете. Если вы будете продвигать через соцсети, через тот же Инстаграм, также вы создаете специальный аккаунт именно для рекламы, именно этого мобильного приложения, где будете писать только про это мобильное приложение. Особенно Инстаграм хорошо работает, если ваше мобильное приложение будет связано с фото. Также вы создаете очень классно, создадите YouTube канал, только посвященный этому мобильному приложению. То есть вы создаете площадки, на которых будете делать пиар. И начинаете уже пиарить, даже когда только разрабатываете. Очень классно будет, если вы будете показывать, что вы разрабатываете, как вы делаете это все. И будете уже на этом этапе собирать мнение всех окружающих, которые будут вам советовать, что нужно сделать так, что было бы круче, чем у остальных. Да, это могут ваши конкуренты это увидеть. Но вы должны уже сразу заявить о себе, не нужно зажаться в угол, где-то втихаря писать. Заявите уже о себе, уже на этом этапе, это очень важно. Когда вы уже продумали монетизацию, продумали пиар, уже начали пиариться, уже начали создавать, создание социальных сетей, всех площадок, мы приходим к третьей ступени, скажем так, это уже непосредственно разработка. На этапе, тут есть несколько путей, я рассказываю сейчас о том, как сделать мобильное приложение, если вы один, разрабатываете без команды разработчиков, или она у вас очень мала, или у вас ограниченные бюджеты. Вам нужно понимать, как это делать с минимальным подходом. Во-первых, вы должны начать не с дизайна, вы должны начать с того, что вы продумаете собственный функционал мобильного приложения, и структуру мобильного приложения. Вы должны понимать, сколько у вас будет экранов, в каком они формате будут, либо это будет activity, несколько activity, либо это будет одно activity, в которое будут загружаться различные фрагменты. Вы должны понимать, что у вас будет, будет ли у вас внизу панель навигации, вы должны понимать, где у вас будет actions bar, вверху, внизу, какое у вас будет выезжающее меню, будете ли вы использовать материал дизайн, или не будете использовать материал дизайн. Вы уже должны понимать, какой функционал будет у вас. Прямо все выписывайте на листочек. Допустим, здесь у меня будет этот функционал, при табе будет здесь выходить такой экран. Здесь можно сделать одно, здесь можно другое. То есть, у вас в голове должен быть функционал. Каждый экран у вас должен быть зарисован на листочке, и вы должны схематично примерно разбросать все виджеты. Не нужно рисовать, не нужно сейчас продумывать внешний вид этих виджетов. Вы должны просто определить, что это будет кнопка, это будет текстовое поле, это будет поле для ввода информации. То есть, вам нужно знать уже конкретные виджеты, где что будет располагаться, количество экранов, и понимать, какие переходы между экранами будут. Кроме того, вы должны понять, у вас будет база данных на сервере, или у вас будет база данных на устройстве, либо будет обе эти базы данных. То есть, вы схематично делаете, вот уже визуализируете свое мобильное приложение, и у вас, я думаю, на лисках А4 20 листочков вам будет потратить, чтобы это все нарисовать и понять свою функционалную структуру. Когда у вас все уже, вы поняли, вы поняли, какие вы библиотеки будете использовать, вы поняли, что у вас по базе данных, вы поняли, какие виджеты, где что будет находиться, вы создаете проект с вашего будущего мобильного приложения, но пока не торопитесь. Вам нужно понять, разобраться, вернее, с базами данных. То есть, если вы будете использовать базу данных на сервере MySQL, тогда вы выбираете себе доменное имя, выбираете хостинг, да, вот это все делаете, создаете базу данных на сервере, вы должны нарисовать себе на отдельных листочках таблицы базы данных, которые у вас будут. Конкретно по полям. Вы должны продумывать, как эти базы данных будут обмениваться между собой информацией. Допустим, если у вас там, допустим, есть, будут посты, ну, допустим, посты с фильмами, фильмы будут разбиты под категории. Отдельная таблица базы данных под категории, и у другой таблицы базы данных с фильмами будет отдельное поле с айдишником этой категории, чтобы можно было конкретно загружать все это дело. Кроме того, вы должны понять, какие поля будут у локальной базы данных на устройстве. То есть, все это себе расписывать. Когда у вас все это уже готово, вы можете перейти непосредственно к разработке мобильного приложения. Вы берете и создаете мобильное приложение в соответствии с макетом, как вы себе нарисовали, в соответствии с тем функционалом, который оно должно делать. Создаете уже с функционалом, пусть без дизайна, но со всеми элементами уже, чтобы работало, и получаете полностью готовое мобильное приложение. Когда оно у вас полностью готово, оно не вылетает, оно корректно работает, вы переходите к разработке дизайна. Можете обратиться либо к дизайнеру, но проще самому все это сделать. Вы понимаете, вы должны определить, какие вы цвета используете, какие шрифты, какой формы будет дизайн, кнопки, какой формы будут виджеты, как это все будет выглядеть. Я вас уверяю, ваша работа над дизайном, в вашем мобильном приложении не закончится никогда, потому что вы захотите все время что-то усовершенствовать. Но вы дойдете до той точки разработки дизайна, когда вы поймете, что все, это в принципе готово для публикации. То есть, в том этапе, когда у вас будет разработан дизайн, кстати говоря, я до этого вам говорил, что есть несколько путей. Либо вы можете придерживать такого, в таком пути, этот путь, он очень быстрый в плане запуска мобильного приложения. Если вы хотите, есть другой путь, например, перед тем, как создавать функционал, именно перейти к разработке мобильного приложения, вы можете самым первым пунктом продумать дизайн, либо заказать дизайнер, чтобы он вам рисовал каждый экран, либо самому рисовать в той же Figma. В основном Figma используется для дизайна, рисовать свой дизайн. Кроме того, очень важно по поводу дизайна, то есть вы можете на начальном этапе дизайн делать, либо на конечном. Я все-таки всегда делал на конечном. Есть такая штука, как авторские права, вам нужно будет использовать только лицензионные изображения, либо вы можете самостоятельно нарисовать иконки. Кстати, если вы хотите, чтобы я вас научил, сделал урок по созданию графики для мобильного приложения, напишите мне, я в комментарии под видео, я сделаю такое видео. Либо, ну, самый простой способ, зарегистрироваться на официальных фотостоках и покупать изображения с лицензией, тогда авторские нарушения, авторских прав вам не грозят, потому что вас и так будут многие пытаться забанить, ваши конкуренты в плей-маркете. Не нужно давать им лишний повод, поэтому только лицензионные, сертифицированные изображения используем. Итак, когда у вас все готово, все мобильное приложение работает, теперь вам нужно его тестировать. Понятно, что есть тестирование кода, а я сейчас говорю про тестирование именно работы мобильного приложения. Вы должны просто его досконально со стороны пользователя протестировать. Не только вы, всем своим знакомым предложите протестировать, пусть они сделают замечание. Все замечания, каждое замечание вы реализуете, так, чтобы было все идеально. И когда все идеально, когда у вас все собраны, все мнения, и они учтены, все мнения о вашем мобильном приложении, вы можете переходить к публикации вашего приложения в плей-маркете. Правильно, найдете в сети очень много различных вариантов, как можно опубликовать, со стороны технической и со стороны именно оформления ключевых слов. Обязательно при публикации мобильного приложения сделайте видеоинструкции, видеоинструкции руководства по пользованию вашим мобильным приложением, скриншоты, как им пользоваться. То есть, сделайте так, чтобы пользователям было все удобно. Ссылку на сайт, где можно посмотреть более подробную информацию о вашем мобильном приложении, как им пользоваться. Все делайте очень грамотно. И потом начинается вечный пиар. Вы продолжаете пиарить, пиарить, пиарить. И ваше мобильное приложение начинает Ну, кстати говоря, пиар может быть и бесплатным Поэтому уже когда вы Как бы скажем Опубликуете свое мобильное приложение в плей маркете Уже начнутся скачивания некоторые И тут уже вы должны Со всех щелей бить Ну, насколько позволяет вам бюджет Что-то делать платное, что-то делать бесплатное Например, вы создали Мобильное приложение По, допустим, по созданию списка Продуктов, которые можно купить в магазине Вы берете и ищите блогеров Ну, проще найти инстаграм блогеров Которые рассказывают о Полезной пище Допустим, о том, как правильно питаться Ну, такое вот все Лучше, конечно, если вы разработка Мобильного приложения по созданию списка покупок Вы тогда найти какие-нибудь блогеры Женщин, которые Особенно Которые вещают именно на домохозяек Они более Готовы к покупке Таких мобильных приложений И вот просто вам нужно понять Где ваша аудитория потенциальная И у каких блогеров они тусуются И там для тех блогеров заказать пиар То есть обзор ваше мобильное приложение Либо просто рекламу Либо обзор Существует много вариантов Вы когда будете делать свое мобильное приложение Вы поймете, кто, где вы будете это все пиарить Используем и бесплатные, и платные подходы И продолжаем вечный пиар Ну и в итоге Вы начинаете, продолжаете развивать И развивать свое мобильное приложение Это процесс постоянный и непрерывный В общем, в целом Вот так происходит разработка мобильного приложения Он развивается на такие вот этапы Я надеюсь, было очень полезно С вами был проект Mabu Mabu это проект по разработке мобильных приложений И если хотите научиться создавать мобильные приложения И так, чтобы эти мобильные приложения Приносили вам пассивный доход На постоянке без вашего участия То тогда записывайтесь на курс Android разработчик за 3 месяца Где вы станете Android разработчиком И сможете либо устроиться на работу Либо делать мобильные приложения под заказ Либо создавать свои проекты Что немаловажно Ну а на сегодня у меня все Всем удачи, всем пока